Перестройка экономики, инвестиции в технологическое перевооружение, новые методы международной кооперации, эти темы также обсудили на экономическом форуме в Петербурге российские и зарубежные участники. Они уверены, что в условиях нынешней геополитической обстановки необходимы особые меры, которые направлены на защиту интересов бизнеса, а главное на формирование понятных и долгосрочных условий для реализации инвестиционных проектов. Как привлечь и удержать зарубежных инвесторов? Ответ мы надеемся получить от председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова в нашей студии. Андрей Викторович, приветствуем вас. Спасибо, что присоединяетесь к нашему прямому эфиру. Так какой бы ответ дали вы на этот вопрос и как на него отвечали эксперты на полях форума? Да, был неплохой проведен экономический форум в этом году. Считаем, что он был также на уровне проведен, как и предыдущие годы. Достаточно большое количество контрактов, взаимоотношения по-прежнему на высоком уровне среди регионов, среди правительства. Ну, цифры говорят сами за себя. 130 стран-участников, 4 триллиона соглашений, почти 4 триллиона соглашений. Это, конечно, не в течение текущего года будет реализовано, а в течение определенного времени. Но, по крайней мере, за дел положен. Что касается вашего вопроса. Наверное, больше нам нужны не инвестиции сейчас, а нам нужны технологии и компетенции. Вот это вещи, которые в приоритете, о которых мы говорим последние несколько лет. И мы четко уверены, что как только мы будем обладать определенными навыками, все, что у нас создается сейчас, внутреннее потребление, будет полностью востребовано. Сейчас мы должны говорить о других вещах, которые завтрашний день нам несет. Это экспортная составляющая. Те продукты, которые мы уже делаем, мы не будем брать сельхозку, сельхозхозяйство. Это, мы понятно, что мы уже на первом месте в мире, наверное, по сбору урожая. Не будем опять-таки концентрировать какой-то вид. Но треть всего сельхозпроизводства находится в территории Российской Федерации. Мы должны говорить о компетенции, которые мы сейчас нарабатываем в других сферах. В том числе это основное, наверное, это и продовольствие в том числе. Это не только углеводороды, о которых мы все время говорим, о которых мы очень четко все знаем, сколько стоит баррель, как происходят котировки. Вопрос касается переработки и последующей реализации. Чем больше мы будем насечать рынки мировые нашими товарами, тем будет наиболее эффективно, и к нам будут больше прислушиваться все мировые наши конкуренты. Вот все вот эти вопросы мы проговаривали на форуме. Компетенция, которая сейчас, и уровень желаний, который сейчас в регионах сейчас существует, дает нам понимание и основания для будущих позитивных решений. Вот очень хорошо, что мы встречаемся на таких полях и разговариваем на разные темы. Очень было много предложений. Касалось экологии, касалось малого бизнеса, касалось разных направлений развития бизнеса, бизнеса, который интересен тому или другому региону. И все прекрасно понимают, что от малого бизнеса, от среднего бизнеса, это тот фундамент, на который все потом ложится. И намного быстрее находят общий язык наши предпринимателями с нашими коллегами за рубежом при реализации, при покупке технологий, при обмене информации, которая происходит. Быстрее намного, нежели, будем говорить так, на правительственном уровне. Ну так складывается ситуация. Мы видим, что рост происходит постоянный, что логистические цепочки в той или иной мере все равно поехали. Да, возможно, какие-то временные рамки, возможно, еще где-то, наверное, там какая-то форма оплаты еще существует, какие-то сложности, но все равно пошло. Поэтому все, что сейчас происходит, определенный для нас вызов, ну так же и вызов был и в пандемию, когда мы точно так же с вами работали. Никакой сложности нет. Надо прекратить говорить о вещах, что мы находимся в трудном времени, что сейчас для нас определенные испытания. Для бизнеса это испытания, но для бизнеса каждый день определенные испытания. Что это внешние рынки, что это внутренние претензии, там тех же определенных органов, которые к ним предъявляют завышенные требования, как мы опять-таки говорим. И мы отработали, смотрите, контрольно-надзорную деятельность, смотрите, как хорошо, да? Меньше стало проверок же, да? Ну и здесь будет хорошо. Нужно четко понять и дать посыл нашим предпринимателям. Где мы готовы поддержать предпринимателя? Какую ставку процентную мы готовы понизить для них? И какой бы нам хотелось продукт от них получить, чтобы это было на мировом уровне? Вот нужно создавать условия для предпринимателей. И форум говорит об этом то же самое. Это не только касается газомоторного топлива, о котором мы проводили совещание. Процент растет. Но каким образом эта локализация происходит непосредственно на предприятиях? Никогда уже человек покупает готовый продукт, автомобиль, и потом его переделывает. Да, за деньги, которые ему потом компенсируют. Устанавливают более экономичный, эффективный двигатель, который дает возможность эксплуатировать автомобиль. Но то, чтобы это было прямо на предприятии сделано, и чтобы человек мог, или предприниматель, выбирать уже готовый продукт при его приобретении. Вот о чем сейчас нужно говорить. И каким образом мы его сможем точно так же рекламировать на внешних рынках. Андрей Викторович, Вы обсуждали привлечение зарубежных инвестиций в регионы. Вот если говорить об этом, какие инструменты Вы лично считаете наиболее эффективными? Мы считаем, что нужно понижать налог на имущество. Налог на имущество – это региональный налог. Как только он понижается, начинается приобретение объектов недвижимости. Сразу привлекается не только в строительные материалы, ремонтные работы, но опять-таки мы имеем красивые фасады и опять рабочие места. Процентная ставка, определенная процентная ставка, которую региональные власти могут компенсировать в рамках ФРП, своего местного ФРП, это фонд развития промышленности, в зависимости от того, каким образом увеличивается численность занятости. Вот для нас, наша точка зрения, опять-таки, людей, которые работают в комитете, что если мы для руководителей регионов ставим планку занятости, вот как определенный уровень компетенции, которые нарабатываются, но это один из основных факторов. Занятость есть, зарплата есть, социальная поддержка, пакет есть, сразу пошла рождаемость, и сразу мы видим плюс по ВВП региональному. Все зависит от этого. Занятость, рабочие места есть в регионе, значит, есть работа и результат у руководителя региона. Мне кажется, вот это основной для нас такой, знаете, планка та, которой должны все к ней стремиться. Да, еще один короткий вопрос. Вы обсуждали создание и действие международных торговых домов. Если можно, кратко расскажите, что это и зачем они нужны, какую функцию выполняют. Мы приветствуем, опять я повторюсь, экспортную составляющую. Все международные дома должны основываться на потреблении того или иного региона, тех продуктов, которые у нас есть. Нужно максимально выходить на международные рынки и предлагать ту продукцию, которая для нас сейчас и для них для всех очень выгодна при реализации. У нас ценовая политика сейчас очень хорошая. При всех курсовых валютных разницах у нас очень выгодная сейчас экспортная составляющая. А если она еще будет компенсироваться частично с таможенными ставками, с поддержкой государства, ну мы занимать будем рынки. Сейчас уникальная возможность, нужно этим пользоваться. Спасибо, Андрей Викторович. Об актуальных темах Петербургского международного экономического форума нам рассказал в прямом эфире сенатор Андрей Кутепов.